Друзья, добрый вечер. Очередной 263-й вебинар впереди. Лицо вы не увидите, распухло от какой-то инфекции. Такое, как бросил проживание, сердце не даёт. Я стал обычным обывателем, подверженным всем инфекциям, как все нормальные люди. Поехали. И у меня будет французский акцент, потому что у меня гайморит. Но, тем не менее, я надеюсь, будет полезен. Так, обратите внимание на эту собаку. Вот, прекрасный сторож. Тут слов нет. Но этот зорок даёт постоянно вот такой приплод. И, к сожалению, и жалко, и страшно. Было семь. Потом одна исчезла, видимо, погибла. Вторая была загрызена кем-то. Осталось пять. А за одной приехали, выбирали, выбирали, не выбрали. И всё-таки здесь Шушуцкий район, Шадногорск. Может быть, кому-то она понадобится. Вот, какой-то из этих великолепных щенят. Извините за такое начало. Это жизнь. Так, сейчас мы очень важное письмо, потому что меня попросили помощи. А я, в свою очередь, надеюсь на то, что пригожусь, что меня подзабудет. Так, ещё проверю, как идёт запись. Не запись, а трансляция. Судя по всему, идёт. Так, здравствуйте. Все надежды на вас. Начинаются морозы, абрикосы, персики. Совсем не собираются даже сбрашивать листу. Сейчас я покажу фотографию. Я сам пришёл в ужас. Вот. Даже не пожелтели. Как укрывать на зиму? Они у меня сейчас совсем маленькие, двухлетки. Сейчас вы идёте, двухлетки, ахните. Подскажите, как быть? У нас в Ярославе становилась весовая температура. Вот. Смотрим. Итак, первая фотография. Мы видим два абрикоса. Я спросил, откуда дровишки. Мне сказали, ну, там ежи есть. Но это не моё. Значит, была длительная процедура. Больше всего меня удивило, что они оказались прекрасно, мощного роста. Как бы назвать-то? Жизнестойкими. Вот такой термин. Жизнестойкими. Теперь, чтобы... Я прошу прощения у автора фотографии, у автора этого письма. Вот. Но я буду беспощаден. Вот. Почему они не сбросили сну? Я высказываю два предположения. Два. Так? Ну, какие? Бесконечный полив. Помните, как нас учат? Уже в августе лучше делать призимний полив. Я нудно, долго объясняю, 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 что деревья, когда их поливают искусственно, к дождевым, они привыкают к поливам. У них на этот счет есть институт. А когда берется, откидается шланг, они перестают сбрасывать листву, потому что и листва испаряет влагу. Я вам сказал автору письма, я буду долго, но надо объяснять. Они испаряют влагу. И пока, например, лишнюю влагу, которую сдуру туда подают, я вас не определяю. Я этого не знаю. Но надо слушать сотни, в конце концов, а потом и тысячи. Давайте разбираться так, что это касается всех. Забыть. Благозарядка выпалив. Страшное слово, включающего в себя будущую смерть. Вот видите, они готовятся к смерти. Если успеют испарить влагу, они еще могут успеть сбросить лесу. Но, по-моему, опоздали. Второе. Это абрикосы. Я вижу, правый, тощий, его окучили. Чем? Ему сделали искусственную, так называемую, ямку для полива. Поливать туда удобно, но там корней уже нет. Кончики корней уже где-то метра-полутора. А все, что попадает туда, это быстрее, быстрее бы сгнило. И за два года не сгноили. Но сгноят. Поэтому мой совет, немедленно все это убрать оттуда. Убрать, убрать, убрать. Все это мульча, это будущая смерть. Это гниение, это абрикосы. Самое противное, что они не выносят на дух все, что вы им сделали. Это, дальше я не знаю, меня удивило, что они такие большенькие. Сейчас поймете, почему удивило. Персики. Еще больше удивило. Это не мои персики. Это персики откуда-то. Они им тоже два года. Значит, они умудрились один год пережить. Но все-таки конец их довольно близок. Извините, но такие, как сказать, как бы это сказать-то, такие, ну, брачные прогнозы. Штаб. Я уверен, что штаб бы делали не вы. Хуя это. Вы, если со штабом, а, у вас, по-моему, из куточек, тогда вы. Вы, а не дай бог, если бы правду делали штаб, как же, положено без штаба. И туда теперь, вместо того, чтобы в земле прижиматься, они вверх поперли. Они говорю, попробуйте, что вы там говорили на счет. Вопрос, как стоял. Кстати, у вас уже обиду, значит, зима. Вот. Вы спросили меня, как укрывать назову. Амбрикосы назову не укрывают, сграют еще быстрее. Персики укрывают, но вы сделали их такой формы, что укрыть их невозможно. Ярославль, это считается север Россией. Это я еще со школы знаю. Поэтому вам теперь остается одно. Взять, обмотать их. Литкальный материал. Все, что вы хотите узнать, есть в интернете. Мне уже стыдно что-то раз повторять. Поэтому, я говорю, все, обмотать, раз уж невозможно наклонить, раз уж невозможно их распластать под землей. Вот. Ну, теперь обмотать. Но однажды они еще, дай бог, обмотка поможет им еще год-два выставить. А когда-то наступит момент, когда вы физически обмотать не сможете. Вот, допустим, самый правый, да? Это же Сиенец. Его надо подземножечку начинать гнуть, 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 буквально до результального состояния. Но гнуть медленно, и может не один год. Не спеша. А потом можно будет укрывать его. Ну, а это мы уже проходили. Теперь. Те же самые. Вот эта мульча, раз. Это не просто мульча. Я не знаю, что вы там в ябре давали. Я догадываюсь. Если уже такую страшную, смертельную вещь, как вот эта мульча с ябкой посередине, вы использовали явно, что вы не мой ученик. Вот. Значит, поэтому это вам не холм. Вот. Явно видно мульча. Это избыточное. Наверняка в ябе есть удобрение. Я говорю, для всех. Если я где-то преувеличил, загнул палку, вы меня простите. Я же расскажу всем, у кого-то так. А кто-то сделал это. А кто-то еще хуже. Еще больше накормил. И вот эта кормежка, плюс избыточное поливо, не дай бог, с неба поливало, да еще вы добавили. Вот. И теперь в конце ноября у вас стоят деревья и не думают. Ну, а дальше мороз и верные смерти. Значит, что реально мы можем все сделать? Укрыть. Это от мороза можно будет еще раз обмотать. А, сейчас. Где-то фотографию мне прислали. Где-то прислали. Ну, это мой способ. Нашел фотографию старую, наклонял, наклонял, наклонил. Результат урожая. То есть я как, знаете, она была меньше, однолетка. Я просто, я не любитель возиться, я полезно придавил, все. А она потом еще год поросла, вот результат. Нормально? Вот, вот, вот. И вдруг мне брат, он мне присылает много роликов на, как сказать, на экспертизу. Вот. Или там на рецензию. Вот он персик, пожалуйста. Он пишет. Хотите персик подмосковья? Четыре этих самых, назовем это ребра жесткости. Чем-то укрил. Ну, понимаете, как легко найти. Вот прямо берете, в Яндексе набираете. Хотите персик подмосковье. Вы пишите знак, делайте так. И вы, пожалуйста, внимательно ознакомитесь. Вы уже будете знать, из чего ткань. А снаружи, ну, скорее всего, это пищевая ткань. Неплохой вариант. Мне нравится. Вот. Вот этот момент, это на будущее, когда вы сможете растопырить. Извините за такое слово. Когда вы сможете растопырить, вот хотя бы тот самый правый. Тут еще какие-то растопырятся, вот, видите. Самый правый. Вот я все сказал. Итак, перекормленный. Вот. Продолжает расти до самой зимы, а у вас минус 2. Вот. Наверняка перевлажнет, да? И, ну, и форма, попробуйте перевлажить. Еще год-два можно будет делать, как тот мужчина. Вот. Идем дальше. Я как мог ответил. Убирайте чертой матери, я эту самую мучу. Теперь. Против нас работают вот такие люди. Татьяна Викторовна Т. Брат еще присылает тоже. А вот у него, получается, кто-то ему там слева под руку. Раз, и вот, откнет это. И у него, куда надо, туда нажимает мышка. И вот она нажала на очередную ссылку. Я беру текстовую часть, переношу сюда. Итак, это к этому же, что мы сейчас только рассуждали. Если выращиваете абрикос в саду, осенью забудьте подкормить. Я говорю, ни в коем случае избавьте. Понимаете? А почему она так? И почему вот те, которые вот это вот фактически погубил их? Ну, наполовину скажу. Они еще живы? Только им теперь лета не хватает. Вот. Кому его благодарить? Вот, например, их сотни тысяч. Она агроном. Ее так учили. Осень эта святая. Обязательно придержива подкормить. А то, что они не останавливаются в росте, она знает? Нельзя кормить. Раз. Теперь. Какие удобрения нужны для абрикоса? Кто-то же вас научил вот это делать. Видите как? И так совпало день в день. Я пытаюсь набрать материал, чтобы показать, что это не случайно. Это вас учит убивать деревья. В прямом смысле. Вот. Осенью пока на этом остановимся. Мой совет. Не подходите к деревьям. Если вы будете потом тот же персик, абрикос нельзя укрывать. Но если вы персик будете укрывать, это начало зимы. И не спешите. Ах, на морозок. Вот. У меня, допустим, сейчас снега вот столько. Вот. И куда мне спешить? И вдруг бах, на улице после 20-ти 0 градусов. Мокрый снег. Куда мне спешить? Зачем мне надо, чтобы он там прел? Буквально, в смысле, прел под укрытием. Идем дальше. Значит, подкармливать нельзя. Поливать ни в коем случае. Особенно абрикос. Особенно абрикос. Вот. Ну, лист будем надеяться в следующем раз. Если в этот раз не загубили еще. Если успеет, он бросит лист. Помогать нельзя. Самый идиотский способ, это когда помогает. То есть. Тррррррррррррррррррррррр. Все теперь, пожалуйста. Особенно пересаживает, когда будет сажать вместе с тобой аппарат. А иначе он, видите, после пересадки будет потреблять влагу. А так, влаги нет. А то, что у зеленого дерева оторвали листья и получили сотни, пусть маленьких, но ран, и не вызывавшие почки, они этого огромного ни хрена не знают. Вот, пожалуйста, еще наш совет. Подкормить осенью. Нельзя. Мясо покормили, хватит. Вот все эти от лукавого. Почему? Я сейчас еще несколько покажу вам совета. Они все осенние. Почему? А эта, эта, кормушка, эта кормушка, она не ведает, что творит. Это не она, это совпадение. А я считаю, что там на небе кто-то так решился. Вот это полюбуются люди. Представляете, минус 2. Конец ноября. Вот так вот, ребята. Видите, что они творят. Добрый день. Косточки, персиков. Нет, я не закончил разговор. Я задал вопрос, откуда персики и абрикосы. Она мне пишет. Прислали из собары. Я высадил. Вот косточки. Заметьте, косточки. Вот тут у нее, казалось бы, такое дано чудо. Такие руки золотые. И что дальше? Высадил он, говорю, под лиму. Завтра в мае абрикосы. Персики годом, через год в мае. То есть абрикосы в мае, персики в мае, но и через год. Запоминайте, персики не всходят, это значит, не захотели. Тогда, на следующий год сходят. Вот так и получилось. Смотрите, сколько у них, это нормально? Целый сад. Год я их подращивал на грядке. Год. Где они взошли. На следующий весор рассадил на постоянные места. Так что они двухлетки. Как они после пересадки дали такие прекрасные результаты? Я вам скажу. Это искусственно ненормальный рост. Предвестник смерти. Так вот. Она мне вопрос задает. Сейчас я надеюсь, если она посмотрела, что-то уже поняла. А теперь она пишет. Еще не знаю мой ответ. У персиков много баконфеток. Надо будет делать прорежущую, формирующую обрезку. То есть этот человек не зря формировал, не зря делал углубление для полива, не зря сделал мучирование. Почему у него до сих пор листья не сбрасываются? Вот слова какие знают? Прорежущая, формирующая. Вот эти бы слова, запретить бы, в садоводстве, как матерное. То кто-то сказал прорежущую, то только извиниться за это слово и сказать ни в коем случае не делайте. Формируйся, не делайте. Если делать очень редко и специально, они вот так вот, знаете как, вот она теперь думает, господи, впереди зима, а не у меня бы спросила. И тебе бы сказали, вы что такие густые? Они, кстати, когда лес бросится, они окажутся совершенно не густые. Они вот буквально прозрачные. Ну вот ей скажут, вырезайте, чем твои матери? Все, кроме меня. Вот так вот. И у неё беда, у абрикосов сильно вытягивается, боковые побеги и верхушка. Ссылку на вебинар пришлёте? А, ну я послал ссылку, значит, я надеюсь, она меня слышит. Так вот, давайте ещё посмотрим. И так у неё сильно длинная и широко растущая эти ветви. Впереди зима не делать ничего. Формирующую нет. Формирующую нет. Само разберётся. Блинные ветки, ничего на них больше плодов будет. Успокоил? Ой, я забыл. У меня же надо будет потом, может быть, не сегодня, а в следующий раз, я найду фотографию у этого, которую я сделал. Она ещё как бы, у меня сегодня фотографии, таких, что за голову хватаешься. Не может быть, сам не верю. Всё, щипаю себя. А вдруг это ранетки. Вот. Но у Бондара я сделал фотографию, там вообще шок у меня был. А если бы он сделал эту самую, формирующую обрезку? Ну, половину этого дикого, невероятного урожая просто бы вырезал бы. Те, кто режет, они не понимают, что они режут вместе с будущими плодами. Вот это до них не доходит. И оставляя, обязательно на конце считается правильно, оставляя раны страшные. Ну, всё, закончили в России. Долго говорил, но я не могу по-другому. в России. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.